Всем огромнейший привет! Привет! Да, хочу начать этот влог просто с невероятной новостью, потому что вчера я пищала, визжала, прыгала, радовалась так сильно! Да, ну просто дети вчера уже спали, а я тут вообще от счастья просто... Это было супер просто, потому что вчера мы с Денисом купили билеты на концерт Нью! Да, дети даже этого ещё не знают. А мы пойдём? Нет, вы не пойдёте, там от 16 лет, дети, вам ещё нельзя туда. Вот, это тот самый исполнитель, которого я слушаю, заслушиваю его песни Дадыр, и вот он приезжает 12 ноября, и мы с Денисом купили билеты. А мы куда пойдём? Купили самые дорогие, на самые классные места, но думаю, блин, мы так давно никуда не ходили, ни на какой концерт, вот последний раз мы на концерте были, на руки вверх мы с Денисом ходили, и это было уже сколько лет назад. Вот, поэтому, да, мы идём, дети, на концерт. А мы где останемся? Ну, а вы будете с бабушками, да, вот, так что... В это время я буду учиться, кстати. А это будет суббота, так что, Варюнечка... А, суббота? Да, вот, так что, ура, просто-просто порадуйтесь за нас, возможно, вы не слушаете его, но для меня это просто счастье, я реально очень-очень хотела, да. Ты что ли увидишь его? Да, конечно, на концерте-то. Мам, первое место встань, ну, в первый ряд этот. Ты у нас и так первый ряд, получается. Только там Локомотив-Арена, там немного по-другому места расположены на нас, получается первый ряд. Вот, ну, короче говоря, в общем, это супер новость, у нас тут уже разложены для вас там тессии. В общем, короче говоря, подготовлены для вас подарки, но мы сейчас пройдёмся немножко туда по делам, куда нам нужно, и объявим о начале нашего конкурса. А можно мне один подарок показать? Давай потом, потом, всё, всё-всё-всё, отключаемся потом. Сегодня невероятная жара, да, Варюня? Да. Ну, как обычно, тот самый пешеходный переход. Ну, и вообще, где постоянно все врезаются. Реально жара, я тоже кепку надел. Молодец. Ну, реально очень жарко. О, Варюшка сегодня вот так собралась. Переживает, что сильно коротко. Я говорю, Варюня, тебе ли переживать с твоими-то ногами? Ну, а Тёмке всё по барабану. Как он выглядит? Главное, самокат взял, да, Варь? Да. Говори, чему я ещё научусь. Ей без рук не получится. Я откопала свои шлёпки с Фиберлик. Вообще забыла, что они у меня есть. Вот, так что идём. Что ты хотела? Ничего. Ничего? Зашли в Варюшке распечатать кое-какие картинки. Она в Пинтересте их скачала. Собачка. Ничего. А она что-то хочет куда-то их. Я не знаю даже, куда прицепить. В комнате у себя. Такие. Дальше. Показывай. Что тут ещё? Вот такая. Вот такая. А почему у мамы всегда всё мимими? Ну, она же девочка. Что у неё должно быть? Ними-ми-ми? Ты довольна? Всё? Да. Всё, что нужно распечатали? Ну всё. Давай. К сумку себе складывай. Ну что ж, забираем посылку Дубль-2, да? Надеюсь, сегодня мы пришли вовремя. Ну вот, ура, ура. У нас сосед снова чудит, делает ремонт. Вот, выдалась просто секундочка тишины, я решила сказать о том, что мы сейчас дошли до дома, я поставила эту посылочку, что мне с ней таскаться, переоделась, потому что в коротких платьях все-таки на нашем жиломассиве не походишь, у нас постоянно ветер гуляет, потому что очень большие такие, ну, он и называется просторный, много простора, ветер гуляет, вот, допустим, если я приезжаю на заставленку, там ветра нет, и получается все эти короткие платья прям, ох, задувает, и, в общем, сейчас привет тебе, дяденька, который продает фрукты, в общем, мне кажется, ему все понравилось, надеюсь, потому что мое платье просто взлетело, и, в общем, было это не очень, конечно, мне стыдно, но, в общем, я быстрее домой переодеваться, потому что нет, невозможно, все-таки короткие платья на нашем районе носить категорически запрещено, вот, так что мы сейчас идем, Варюшка тоже переоделась, потому что мы сейчас пойдем на детскую площадку, да, откопала топ, тысячу лет ему, как-то себя некомфортно в нем чувствую, мне кажется, он какой-то совсем подростковый, ну, ладно, зато не жарко, там еще и спина открытая, но я, наверное, сейчас не смогу показать, не получится, да, а, ну вот, вот так, ну, все, идем, все готовы? Да. Идем. Что, Варюха, красота? Я не удержалась, открыла, смотрите, какая красивая коробка, ну, по сравнению с New Beauty Box это намного больше, и здесь вот так, ну, я потом уже, наверное, мы сделаем отдельно потом обзорчик, да, и все уже отснимем. Так все красиво. Ну, красивая коробка, мне нравится. Мне больше понравилась вот эта наклейка. Да, наклейка прям Lucky Summer. Все, гулять, идем? Да. Пойдем. Выходим на улицу, переодела я таки футболку, потому что, ну, в той что-то совсем открыто. Вот если были бы джинсы, да, и тот, короче, на топ смотрелось бы более гармонично, а тут я прям совсем вышла на площадку и вся такая, что бы у меня подумают. В общем, все, идем, да? Да. Зашли в детский магазин, выбрали вот такую игру, и, Темка, покажи, какую еще ты выбрал с футболом, какая-то карточная игра. Стич. Стич. Какие игрушки такие. Странные пошли, кажется. Ну, все, 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 положи колбасу на место. Это не колбаса. Очень похоже на колбасу. На кассу. Артем, на кассу. Шарики с такими интересными. Какой выбрала? Звезда ТикТапа. Трансформер? Выбор шариков просто гигантский. Приколы с днем рождения. Неоновые всякие. Зашли с детьми за газировкой, чтобы не жарко было. А я себе кофе хочу. Мне нужна ударная доза кофе. Почему именно ударная? Ну, так, чтобы прямо. Когда наливаешь здесь кофе, там какой-то пузырь белый. Смотрите, какой стаканчик. Пошла же она. Гаязов Бразерс. Кто помнит песню это? Все на пикник. Ну, здесь такие прикольные стаканчики. Да, да, да. Ну, на самом деле, вот такая прогулка мне не напоминает. Кстати, жарко, когда есть кофе. Когда дети взрослые, самостоятельные. Когда не нужно за ними бегать. Игру хотела показать. Но я ее показывала уже. Вот, поэтому... Все. Они тут, в общем, набрали в себе всяких круассанчиков ярче. Для того, чтобы... Для того, чтобы все это... И напиток. И напиток, напиток. Да. Любитель кофе. Что с тобой делать? Я даже люблю кофе. Я ей много не разрешаю, но она иногда это... Вкусная? Дай. Я люблю капучино. А я люблю американо. Я тоже. Я на самом деле от кофе полностью отказалась. Но вот такие вот из автоматов капучино всякие я пью. Они... Ну, такие. Которые дома просто продаются в магазине, парничка. Я такие... Я такие не люблю. Они горькие. Ну, это там американо просто. Грубо говоря. Тогда я американо не люблю. Капучино. Вот. А капучино, да, оно такое на лайте, грубо говоря. Сейчас мы пойдем на ней терять песок и пойдем кушать пилосанчик. Любить. Господи, идем домой. На детской площадке столько приключений произошло. Я вам все расскажу, когда приду домой. Дурдом. Что с детьми творится? Я просто в шоке. Что в голове у детей? Ну, или, наверное, у родителей этих детей? Ну, сейчас с вами разберемся уже. Ну, что ж, прогулка выдалась действительно очень странной. Ну, дети-то погуляли, все нормально. Но произошло несколько ситуаций, которые мне вообще не укладываются в голове. Когда стало нормой для родителей не участвовать в воспитании детей? Вот мне стало это интересно. Потому что, на самом деле, я не говорю, что все дети. Но некоторые дети на площадке вытворяют такую дичь. И, конечно же, это дети, которые гуляют без родителей. Вот, естественно. Ну, давайте прямо вот по первой ситуации пойдем. Их такие три самые такие запоминающиеся. В общем, две девочки с Вальчиком гуляли вместе. Они начали ругаться из-за пачки Роллтона. Вот так они его скрошили там внутри пачки. Начали ругаться, бегать. В итоге на площадке все это рассыпали. Ну, ладно. В итоге девочке этот Роллтон закончился. Она этот фантик тут же взяла, швырнула и пошла дальше. Я не умею молчать в таких ситуациях. Я, естественно, эту девочку остановила. Говорю, почему ты мусоришь прямо на детской площадке? В итоге за нее, ну, то ли брат, то ли кто в итоге взял, выкинул. Ладно, первая ситуация. Но, ой, мусорок на этой детской площадке пруд пруди. Вот, правда, их очень много. Но почему-то вот ей вот нужно было прямо здесь же швырнуть это все дело. Вторая ситуация. Варя такая, мам, смотри, дети тащат тележку от магазина. И у нее такие глаза, она не понимает, почему это происходит, потому что понимает, что это неправильно, что так быть не должно. Вот. И она спрашивает, почему, зачем они это делают? И слышу такой сзади меня стук. Они ее притащили, эту тележку от магазина, да, который тащит продуктовую. Начали на ней прыгать, пинать ее. Я, естественно, поворачиваюсь, говорю, вы что делаете? Они такие, она уже здесь была. Хотя Варя видела, что они ее притащили. Я говорю, а если вам сейчас вот так постучать? Говорю, вы знаете, что воровство уголовно наказуемо, либо штраф большой. Они такие, нет, это не мы своровали ее. Короче, я их заставила тащить все это назад в магазин. Говорю, а то я сейчас вас сфотографирую, пойду это в магазин отдам. Они тут же напугались и потащили ее назад. Дети, ну, лет 12, наверное, три пацана. Ладно, уже собрались уходить, смотрю, по дороге мальчик один ходит. А этому мальчику, ну, года три, наверное, может, еще меньше. Ходит один, лапает машины, прям по дороге, где едут машины. У меня такая паника, один мальчик, я говорю, где твоя мама? А он и может только повторить слово, мама говорит. Я спрашиваю, а где папа? Он повторяет папу и все, он разговаривать еще не умеет. Я обалдела просто. Ребенок один на дороге. Я быстрее этого ребенка на детскую площадку. Говорю, Варя, Тема, быстро всех обижать родителей и спросить, чей ребенок в синей футболке. Они побежали туда на площадку, я здесь пытаюсь узнать. Я к одному подхожу, ко второму, к третьему, никто не видел чей-то ребенок. В итоге потом два пацана мне сказали, что оказывается, это брат Толика. То есть какой-то Толик с ним гуляет с этим ребенком. Этот Толик оказался абсолютно на другой стороне площадки. Вообще в другой стороне. Он где-то там играл. По-моему, ему вообще по барабану, чем занимался его брат. В общем, пацаны еле-еле его докричались. Он подошел. Родители, зачем вы отпускаете маленьких детей гулять со своими братьями и сестрами? Настолько маленьких, которые даже сказать ничего не могут. Блин, это вообще ужас. А если бы машина поехала, этот ребенок бы выскочил. Кошмар. Это ужас какой-то. Вот, слава богу, я проходила мимо, увидела этого ребенка. И он бы мог просто куда-нибудь уйти, даже если бы его машина не сбила. Он же мог потеряться. Он не знает, где что находится в этом возрасте еще. И потом бы пацан этот бегал искал. В общем, капец у меня просто. Сегодня что это было на детской площадке, вообще непонятно. То ли всех так жара действует, то ли что. Ой, все, короче, ладно. Я отключаюсь, я высказалась. А то вы там уже сами думаете головой. Но вообще воспитывать детей нужно. Это просто необходимо. Это же вот все три ситуации. Просто от того, что дети предоставлены сами себе. И воспитание просто ноль. Ноль. Короче говоря, ладно. Я вам рассказала, а вы сами думаете. Вот Варюшка расклеивает фотографии, которые сегодня она распечатала. Ну, картинки, да? Угу. Ты так хотела, да? Да. Давай дальше. Вот так. Ну, по-моему, очень даже неплохо получилось. Только я теперь вот так только наклоняться, если снимать. А ты как, нормально? Тебе видно? Да, вот, сижу такая, поращаюсь. Даже я вот такая маленькая липучка. Ну, если вот так вот. Ну, вот, Варюха, какие тут. Да, конечно, столько визуального шума у тебя. Ну, ладно, ты ребенок. Я рядом с дорогой, кстати. Я не об этом, Зай. Визуальный шум. Это когда все ярко. А. Ну, мне кажется, у всех детей в комнатах так. Сколько не переделывай. Всякие, смотрите, что лепят всякие картинки, фотографии. Фотографии, что только нет. Да? Я вот здесь ее расставляю свое. Ну, посмотрите, что. Я бы, конечно, все это убрала. У нее вот здесь еще есть фотографии. Ну, у нее еще там, да, да, да. Там Клала Кока и Бабич. Ну, ладно. Ну, что ж, пришло время объявить о начале нашего третьего конкурса. Ура! В общем, сейчас мы, естественно, покажем подарки, как обычно. А потом уже расскажем об условиях конкурса. Они не меняются, конечно, но для новеньких мы, конечно же, обо всем, обо всем расскажем. Да? Да. Давайте. Нет, наверное, вот так чуть-чуть сделаем. Вот. Давайте. Я первым. Давай. Итак. Огромный бутыль, ополаскатель для рта, лесной бальзам. Вот такой. Это первый подарок. Дальше. Да, варюшка будет все легчаче такое доставать, видимо. Это глиттер-блестки вот такие вот. Вот. Варюшка отрывает от самого сердца. И все вам, потому что она такое любит. Но, естественно, это будет вам. Будете сиять. Так, Тёмка, давай дальше. Так. Крем для рук, бархатные ручки, роскошь Магадамии. Вот такой. Я хотела бы. Так. В этот раз мы вам дарим целую коробку вкусняшек из Германии. То, что вы никогда не купите в России. А мы когда-нибудь это покупали? Нет, в России нет. Нам это привозили. Дети обожают эти вкусняшки. Поэтому одна коробка отправится кому-то из вас. Здесь 32 вкусняшки, да? 32 конфетки. Три разных вкусов. Но они вкусные, да? Да. А пока что ещё конкурс был. Нет. Ещё мы что-то начинаем. Давай. Давай вот это. Так. Это маска для лица. Крымская роза увлажняющая. Также полный размер. Вот такой. Дальше. Патчи. Патчи красивые для глаз. Гидрогелевые. Кружевные. Фирма Seven Days. Вот такие. Они прям так выглядят? Да. Они прям вот-вот. Смотрите. Видите как? Вот так они прямо выглядят. Так. Покажи. Давай дальше. Так. Ещё одна масочка. Она уже получается корейская. Гиалурон. Вот. Гиалуроновая масочка для лица. А у нас не было масок. Дальше. Это помада для губ. Нет. Это карандаш для губ. А карандаш. Фирма Ensi. Вот такой. Номер 127. Дальше. Бальзам. Нет. Это зубная паста. Фирма Лесной Бальзам. Тём просто прочитал. Вот такой. Антиналёт. Но она прям вот знаете? Она гигантская. По сравнению с другими пастами это точно полноразмер. Полноразмер такой. Это энергетик для лица. Чёрный жемчуг. Это гамаж. Энергетик для лица. Вот такой. Попробуйте. Если вам понравится, то уже можно купить будет в магазине. Это в английском что-то. Это гель для умывания. Вот такой. Сенсетия Ботаниклс. Это с зелёным чаем. Вот такой. Гель для умывания. Дальше. Дети, дети. Давайте. Чё тормозим-то? Так. Дневной и ночной крем-пудинг с гиалуроновой кислотой и матч-чаем. Вот так это выглядит. И внутри, сейчас покажу, вот такие вот бутылёчки. Дневной и ночной крем. Дальше. Крем. Чё? Да ладно уже, всё. Твёрдый шампунь, питание и увлажнение. Увлажнение с манго. Я уже говорила о том, что аромат, бомба. А это что? Это шампунь. Твёрдый шампунь. Очень удобно брать в поездки, например, и так далее. Дальше. Чёрный жемчуг. Крем для лица и шеи. Крем-культер для лица и шеи. Тёма всё прочитал, молодец. Вот такой. Ну и последнее, это крем Асталифт. Вот. Крем-желе. Вот такой тоже крем для лица. Крем-желе? А почему у нас начались такие конкурсы в виде бьюти, там какие-то боксы? А какие? Мне кажется, что у нас больше девочек смотрят, всяких девушек и девочек, поэтому мне кажется, что косметика... А если я выиграю в конкурсе? А ты хочешь участвовать? Да. Вот смотрите, у вас уже конкурент появился. Там вкусняшка есть. Участвуй. В общем, ладно, а теперь давайте про условия этого конкурса. Можно первое? Давай. Надо подписаться. Второе. Поставить лайк. Третье. Написать любое комментарие доброе. И четвертое. Поделиться можно. Это уже по желанию. Да. В общем, давайте еще раз. Подписывайтесь на канал, ставите лайк под это видео, пишите абсолютно любой комментарий, главное, он должен быть один. Да? Да. Вот. И все. И вы... А если очень много. Всего три? Один. И вы начинаете участвовать в конкурсе. Так же, как и в прошлый раз. Мы не будем брать всех, кто масс-фолловеры и так далее. Мы хотим, чтобы подарок забрал именно тот, кто нас смотрит, кто нас... Обожает. Кто пишет комментарии. Ну, обожает это уж ладно. Ну, в общем, вот так. Да? Поэтому всем желаем удачи в этом конкурсе. Ура! Мы еще требуем таких новостей, как на площадке. Да. Темка желает вам поменьше таких новостей, как на площадке. Покажу вам еще раз все подарки. Вот они все-все-все-все-все. Кому-то достанутся одному. Смотрите, здесь в основном полноразмеры. То есть, получается, 10 полноразмеров и 5 мини. То есть, вот это мини, это мини, мини, мини. Все остальное полноразмеры. Поэтому принимайте участие. Желаю всем-всем-всем-всем-всем удачи! Знаете, что хотела у вас на самом деле спросить? Наверное, вы заметили, что последние влоги у меня выходят какие-то 30-минутные. Причем, на самом деле, я не специально это делаю. Ну, просто что-то хочется вам рассказать, поделиться, отснять и так далее. Вот бывает у меня такое. Либо густо, либо пусто. Наверное, вы это тоже заметили. Вот, у меня даже брат, сейчас он в Китае, пишет. Ты что подсела на такие видео длинные? Денис тоже спрашивает, что почему ты так снимаешь? Ну, вот я не знаю. Но почему-то вот так получается. Вы напишите, стоит ли вообще такие длинные снимать. Удобно ли их смотреть? Или вы сидите, перематываете? Только, пожалуйста, по-честному. Потому что, если реально длинные и очень тяжело такие длинные видео смотреть, то я, естественно, буду обрезать что-то и делать их более короткими. Ну, там, по 10-15 минут. Вот, в общем, очень-очень хочу услышать ответ на вот именно этот вопрос. Стоит ли снимать длинные или действительно тяжело такие длинные смотреть? Скажите всем привет. Я с работы приехал, помылся, покушал. Ну, и как же без моего любимого места? Что мы купили? Напитки. Напитки, лимонады. У тебя это самое любимое место в мире? Или еще есть какое-то? У меня много мест любимых в мире. Постирала кроссовки, потому что, потому что ужас. У нас на районе очень-очень пыльно. Это прямо одна прогулка. Даже если мы не идем куда-то там в грязь и в пыль, то все равно все остается на кроссовках. Это вообще дурдом какой-то. Вот, поэтому постирала свои. Постирала вот эти варюхины. И постирала еще одни варюхины, в которых она была сегодня. Потому что это жуть. Вот. Ну, на самом деле, вот смотрите, как хорошо прямо отстирывает. Так что, да, пойду сейчас высушу. Надеюсь, до завтра высохнет. Потому что что-то варюха ходит в сандалиях. Ходила, точнее. И она говорит, мама, у меня ноги болят. Несколько дней жаловалась. Вот. И все было... Ну, прям очень сильно жаловалась. И потом я говорю, варюх, давай без сандалика попробуем ходить. И все, у нее все прошло. Вот. Поэтому не знаю, стоит ли покупать ей уже тут на полтора месяца сандалии. Но она говорит, мам, я не хочу сандалии. Говорит, я буду вот в этих ходить. Вот они, видите, такие вот. Прям вот дырочку. Говорит, мне не жарко. Не знаю. Вот. Не знаю. Но если будет жарко, естественно, мы купим. Ну, где сейчас найти нормальные сандалии? Уже полу лета прошло. Короче говоря, как-то так. Молния Маквин. Прикольно. Тойота Супра. Молния Маквин. Хотела бы такую? Нет. Мне моя нравится. Я тоже. В сторону Мамшинка едет. Да мне едет. Нет никого. Показалось. Он же так, покажи. Да. Короче говоря, Денис нашел рецепт в тиктоке. В тиктоке ведь? Вот. В общем, нужно взять один апельсин. На сколько литров воды? На 3 литра. На 3 литра воды. Всю апельсинку растолочь. Ну, в этом блендере. Вот. И смешать с водой. Все? Все, что ты делаешь? Или еще что-то добавляешь? 300 грамм сахара. 300 грамм сахара. И где-то пол чайной ложки лимонной кислоты. О, пол чайной ложки лимонной кислоты. В общем, 3 литра воды, 1 апельсинка, 300 грамм сахара и пол чайной ложки лимонной кислоты. Все это смешиваете. И получается что-то типа покупного сока. Давай, сейчас. Вот такая жижа. Ну, на самом деле вкусно. Дети пьют. И на самом деле это хотя бы не так вредно, как то, что продается в этих тетропаках. Да, и намного дешевле, кстати. Потому что сейчас сок просто стоит уже как крыло самолета. По крайней мере, нормальный сок. Вот. Поэтому вот такая альтернатива. Пользуйтесь. Ну, по крайней мере, Денис уже не первый раз делает. И ему очень нравится. Я уже буду с вами прощаться. Говорю всем пока-пока. Увидимся с вами. Завтра, либо в новом влоге. В последнее время, не знаю, как выходит видео. Когда каждый день, когда через день. Ну, в общем. До следующего влога. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.